Вы знаете, что людям всегда не хватает, кто-то хотел сказать денег, покоя. Людям всегда не хватает покоя. У нас есть столько причин для беспокойства. И именно Иисус Христос, тот, который говорит, придите ко мне все, и я успокою вас. Иисус Христос, хотелось бы, чтобы кто-то в этом собрании сегодня услышал это слово сердцем. Нам всегда вечно не хватает покоя. Христос именно вот в эту цель и целится. Придите, я успокою вас. Пусть это слово будет принято верою вами. Мы живем, друзья, сегодня, кто в Америке живет, кто имеет статус в этой стране. И, наверное, вы чувствовали давление, волнение, потому что впереди выборы президента. И каждый понимает, что это как-то отразится и на экономику, возможно, и на бизнес, и вообще на страну, законы, которые будут приниматься. И я хотел бы призвать церковь, не только нашу, но вообще христиан в целом, использовать ваше право голоса, особенно если вы имеете гражданство американское. Я скажу вам почему. Я думаю, что важно, важно, друзья, понимать, что для нас важна не партия, не имя, кто там президент. Важны ценности христианские. Важны библейские ценности. Вот за что мы, как христиане, должны стоять. Потому что имена президента будут меняться. Партии могут свою политику менять. Но одно то, что неизменно, это Божье Слово, которое неизменно, непоколебимо. И мы, как христиане, являемся представителями этого Божьего Слова и призваны нести эти ценности этому миру. Вот почему я призываю христиан участвовать в этом. Кто-то скажет, а какой смысл, зачем это делать? Все равно там все куплено, все равно там нет правды. И я хотел ответить на этот вопрос. Если даже это и так, то, друзья, помните, каждый христианин имеет ответственность, я так верю, сделать все возможное со своей стороны, чтобы не страшиться, подать свой голос, что я за библейские ценности. Пусть их будут игнорировать, пусть их не берут во внимание, но пусть знают, что в этой стране есть люди, которые не боятся говорить, что грех – это грех, черное – черное, белое – белое, чтобы не стало все серое. Вот почему важно вот этот голос подавать и не бояться. И повторю, что главное – сделай все возможное с твоей стороны, сделай все правильно с твоей стороны. А дальше уже это не в наших руках. Вы знаете, что на тему прощения в Писании написано «Будьте в мире со всеми», и кто помнит, что дальше написано «Если возможно с твоей стороны», а в других переводах написано «Сделай все возможное с твоей стороны». Точно так же и в этом вопросе. Мы, как христиане, мы не претендуем на политику, мы туда не лезем, это не наша сфера. У нас в церкви есть другая миссия, но миссия как бы не стесняться сказать вот свой голос за христианские ценности. Я думаю, что мы должны это делать. Христос не зря сказал «Вы соль», а значит нужно осолять этот мир, который разлагается. Вы согласны? Разлагается. Значит, нужно вкус какой-то, какое-то нужно что-то, какое-то средство, которое еще хоть как-то сберегает, сохраняет это разложение в обществе. Христос сказал «Вы свет миру». А мы же понимаем, что мир все стает так темнее, темнее, такое будущее такое неизвестное, такое страшное стает. Вот почему «Вы свет». А это значит, что мы должны людям указывать путь, указывать дорогу, указывать выход, указывать, почему мы стоим на этих принципах, потому что это есть истина. И мы, как христиане, не должны бояться заявлять, что мы выступаем против абортов, потому что это грех. Мы выступаем против ЛГБТ и всех вот этих развращенных, однополых браков, против секс-образования в младших классах и все, что пытаются промыть мозги детям нашим. Мы выступаем против разврата и против беззаконий, которые легализируются сегодня правительством. Я думаю, вы слышали, да, как это происходит в Америке. Я сейчас говорю за страну, в которой мы живем. Поэтому, друзья, есть такое выражение, знаете, по-английски. «Do your best and let God do the rest». В переводе «сделай все, что от тебя зависит», а дальше «всё в руках Божьих». Вот простая-простая позиция. Но главное понимать, что хочется, чтобы и в городе, и в стране люди чувствовали, может быть, этих христиан, таких вот для мира непонятных, таких безумных, там, диких, кто как бы не называл нас, чтобы понимали, есть люди еще в этой стране остались, которые еще подают свой голос за христианские принципы, за библейские принципы, за чистую мораль. Да, их игнорируют, да, их не берут во внимание, но они все равно свой голос говорят. И надеюсь, что мы не будем бояться этого делать, хотя, я понимаю, всегда рискованно вот мне вот говорить это в онлайне. Вы понимаете, за это кто-то когда-то может дорого очень заплатить. Но я хотел бы, чтобы мы были христианами, которые действительно являются солью и светом. Наша война, друзья, не физическая, вообще не физическая. Написано Ефесянам 6 глава, наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Мы понимаем, что в мире все, что происходит, не только физическое, материальное управляет силами этого мира. Нет, есть мы, верующие знаем, есть духовный мир. И это очень влияет на все, что происходит сегодня на земле. Вы знаете, апостол Павел, Деяние 16 глава, он использовал право свое как римского гражданина. Кому интересно, вы можете почитать эту историю Деяния 16 глава. Если, знаете, его там арестовали, так прижали, он говорит, ребята, стоп, у меня гражданство. И они так раз-раз-раз и начали рассматривать, что это за парень? Кто это такой за проповедник тут, гражданство у него американское, римское у него. А что это он? И начали обращать на него внимание. И вот, используя вот это право, на него правительство обратило внимание, а что это он здесь продвигает? А какие его цели? Что это за проповедник? Почему этот человек другой? Вот, друзья, используйте ваше право, которое сегодня у нас есть. Слава Богу, Бог дал нам такую возможность. И это, друзья, заставило правительство обратить внимание, я сейчас говорю за Деяния 16 глава, и на определенный срок это продлило ему свободу для проповедей Евангелия. Поэтому и сегодня, друзья, возможно еще мы сможем хоть как-то продлить вот этот еще срок, период благоденствия, свободы. Поэтому в заключение хотел бы сказать важная мысль. Даже если вы участвуете в голосовании, ни в коем случае не надейтесь на человека. Ни в коем случае не полагайте свою надежду ни на какого президента. Я видел рекламы, там флаги, написано вот имя кандидата, и написано «Спаси Америку». И у меня сразу внутри есть только один, единственный спаситель. Ему имя Иисус Христос. Если кто поверил этим флагам, что он спасет Америку, мы можем очень разочароваться. Поэтому мы как христиане, мы надеемся не на президента. Мы надеемся только на Бога. Бог может употребить человека, но надежда только на Бога. Поэтому, друзья, сильно там не распыляйтесь, там с кем-то спорить, что-то доказывать. Наша миссия другая. Миссия нести мир, надежду во Христе, а не в политических дебатах. Поэтому пусть Бог даст вам мудрости, будьте благословенны и будьте светом. Аминь. Слава Богу.